Приветствую вас. Вообще, я склонен согласиться с коллегой Игорем Леонидовичем, вот, в том, что он вам ответил, вот, но я с своей стороны просто хотел бы обратить внимание на несколько важных моментов, которые вы, на мой взгляд, описали. Вот, знаете, как выглядит ваше сообщение? Оно выглядит так, что, вот, вначале я была такая наивная, верила всем людям, вот, люди меня отталкивали, вот, я верила, что, вот, ну, так как со мной обращаются, это единственно возможный вариант, вот, потом я поняла, что это не единственно возможный вариант, потом я поняла, что, что можно было оказываться по-другому и ударилась в другую крайность и соответственно, теперь, ну, я, например, в важном тексте чувствую некоторую негатив, да, злость, вот, то есть, теперь я, условно, никому не верю, вот, никому не доверяю и ко всем отношусь к подозрению, вот, только потому, что знаю, вот, что я склонен к зависимым, там, ну, к зависимостям от людей, только по, например, ну, может быть, еще по другим причинам, конечно, тоже. Я бы начал с того, что у вас есть обиды, обиды на своих родителей, безусловно, вот, обиды на окружающих людей, вот, я бы начал с обид, ведь, а, те обиды, которые вы в себе, например, сейчас, а, ну, как бы это сказать, так лелеете, да, которые вы в себе храните, может быть, они, знаете, как, гниют внутри вас и отправляют ваше существование, как мне, как мне кажется, кажется, вот, поэтому начал бы я именно с обид и с проживания этих самых обид, вот, уже там, где обиды эти будут выразятся, там, а, помимо, будут еще проявляться какие-то чувства. Дело в том, что вот эта вот недодача тепла, о которой вы говорите, недодача любви, также то, что вы не можете оставаться наедине с собой, и также то, что вы не принимаете себя и склонны к тому, чтобы, вот, ну, зависеть от других людей, это, на мой взгляд, связано с тем, что, вот, эм, вы себя не проявляете, то есть, вы будете смеяться, но, даже через текст чувствуете, то есть, некоторая ваша такая скованность, вот, то есть, это, вот, именно, именно, вот, э, ну, такое, вот, как бы сказать, это именно скованность, эм, определенно, вот, и, э, вот с этой скованностью, в первую очередь, и нужно работать, вот, а, выражаю сначала ваши обиды, которые у вас есть, а потом, и, э, наблюдаю за ними, э, чувства, которые, э, идут, ну, как бы, в ногу, э, с ними, в ногу, с обидами, я имею в виду, вот, это ключевой, ключевой момент, вот, я бы поработал еще с ожиданиями, потому что, э, когда человек не получает, э, обратную связь, или боится, или долгое время получает искаженную обратную связь на, э, свои, э, искренние, искренние проявления, и он начинает жить в определенных иллюзиях, вот, ваши иллюзии, это ожидания, ожидания от себя и ожидания от других людей, они у вас явно завышены, как бы, э, завышенные требования от себя и завышенные требования, э, 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 завышенные ожидания от себя, вы провестируете на других людей, э, э, из-за чего вам также может быть довольно сложно находиться с, э, с людьми, э, в контакте и во взаим, во взаимодействии, вот, э, с этим, соответственно, тоже, тоже я бы поработал. э, э, я не помню, договорил ли я мысль или нет, поэтому, на всякий случай, я её повторю, ага, что ощущение, э, отсутствие тепла, нехватки тепла, нехватки любви, э, нехватки ресурсности, как вы, э, э, говорите, э, связано с тем, что, э, человек не проявляет свои чувства, вы себя не слышите, вот, вы себя не слышите, а вы, вот, пытаетесь опереться на других людей, вот. По поводу, э, личной ответственности, да, вот, э, как бы, э, чувствуется, что вы пытаетесь опереться на, э, э, ну, в данном случае, на специалиста, вот, вот, я думаю, что это страх принятия решений, вот, и, соответственно, ну, довольно, такое, такое, тяжелое, болезненное восприятие ошибок своих. Вот, я думаю, что здесь, э, имеет смысл не искать какие-то идеальные варианты, а, а, учиться именно обращаться со своими чувствами, которые возникают, когда, когда вы совершаете ошибки, потому что, ну, ошибки так или иначе совершать вы будете, вот, и, э, умение обращаться со своими чувствами в этот момент, когда, э, ну, условно говоря, вы совершаете ошибки, очень, очень важно, вот, и, э, э, ну, как бы, отсутствие этого, э, делает вас весьма уязвимой и, э, незащищенной, вот, так, ну, потому что, э, ошибки совершают все люди, и, э, как бы, ни вы, ни я не являемся исключениями, и справа, вот, поэтому, в данном случае, вы боитесь совершать ошибку, потому что, ну, у вас это довольно сильная разница, вот, э, что касается проработки вопросов-вопросов со специалистом, то, почему не становится легче, спрашиваете вы, ну, во-первых, э, не всегда психотерапия, это про легкость, э, вот, не всегда психотерапия про то, что становится легче, то есть, если вы ждете, что после проработки, э, как-то, 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 каких-то, э, вопросов вашему будет легче, то, я бы сказал, что это те, это те самые, те самые, ожидания, которые нереалистичны, потому что, бывают разные вопросы, бывают разные, э, контакты и разные реакции, вот, вот, иногда работая с определенными вопросами, можно столкнуться с таким явлением, как, э, сопротивление, например, вот, и, в этом случае, ни о какой легкости, э, речи быть не может, вот, то есть, вообще-то говоря, э, психотерапия, она делает, э, э, человеческую жизнь, э, не проще, а сложнее, просто она делает ее более осознанной, она делает ее более настоящей, скажем так, чтобы человек себя не обманывал, это да, но, что проще жизнь она не делает, поэтому, поэтому, тут, вот, есть такой момент, э, другой момент, это, собственно, собственно, э, психологическая защита, э, то есть, э, ну, вот, именно, что, психологическая защита, э, ведь, на какие-то вопросы, человек, может реагировать, э, в попытке себя защитить, вот, и, в этом случае, э, то очень легче становиться не будет, не будет, вот, э, э, повторюсь, э, э, как бы, э, если, э, это прозвучит немножко, э, может быть, э, неприятно для вас, но, если бы ваша цель, чтобы стало легче, да, то я бы сказал, что психотерапия не лучший вариант, если ваша цель разобраться в себе и лучше себя осознать и замечать, осознавать и замечать, психотерапия хорошая, но это не про то, что станет легче, это про то, что вы будете видеть больше, вот, э, по поводу того, э, значит, что вы спрашиваете, э, э, так, надеюсь, вы могли нарисовать мои бобря, мне очень хочется найти специалист, который бы меня глубоко понимал и видел насквозь, э, здесь, вот, э, 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 квинтэссенция, э, по поводу того, что вы пытаетесь переложить ответственность, э, э, психологи, психотерапевты и, э, их консультанты не маги и не волшебники, и никто не видит и не должен видеть вас насквозь, э, 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 как бы, э, каждый специалист работает с точки зрения своей школы, с точки зрения своего подхода, э, э, у каждого специалиста своя личность, э, и, вам может подходить подход, э, ну, вам может, э, подойти та школа, э, э, психотерапии, которую, э, э, к которой относит себя специалист, например, э, киштальш, э, терапия, это транзактный анализ, это когнитивно-поведенческая терапия, это клиент-центрированный подход, это экзистенциальная терапия, это э, э, арт-терапия, терапия, бихевиоризм, психоанализ и так далее, вот, а может не подойти, вам может подойти личность психолога, а может не подойти, психолог не, э, не может нравиться всем, вот, и вам может не, не понравиться человек, вот, но повторюсь, консистенция того, что вы пытаетесь предложить ответственность, и то, о чём мой, э, э, коллега, который ещё выиграл Леонидович говорит, это то, что вы говорите, я хочу, чтобы меня видели насквозь, что понимали меня глубоко, нет, нет, вы таким образом перекладываете ответственность на психолога, вы говорите, что вот ты меня понимаешь, ты меня понимаешь, поэтому я от тебя буду с тобой не отыскать, меня будут, хватит, э, и видеть насквозь никто вас, никто вас не, не, не будет, мы можем чувствовать вас, мы можем чувствовать то, что, э, э, то, что вы выражаете, можем замечать какие-то вещи, да, но насквозь видеть вас нет, э, всегда, что бы ни происходило, вы знаете себя лучше, чем мы, да, мы можем какие-то вещи заметить, безусловно, которые вы не заметите, не заметите, и, э, этим вам помочь, вот, это да, мы можем помочь вам прожить какие-то чувства, э, это тоже, но видеть вас, но видеть вас насквозь, нет, поэтому здесь вы, э, я не знаю, замечаете или нет, перекладываете ответственность на специалиста тем самым, продвигая, э, э, как раз таки свою зависимую модель их поведения, ведь, если вы встретите человека, который видит вас насквозь и понимает вас, э, глубоко, то вы, скорее всего, будете к нему, как к нему тяготеть, и получится, что психолог, условно говоря, как бы подсадит вас на себя, а это очень нежелательная история, крайне, я бы сказал, крайне нежелательная история, ну, не должны психологи, э, подсаживать, ну, вот, клиентов на себя, вот, понятно, что такие случаи бывают, вот, психотерапии, что, что угодно, может быть, но лучше об этом сразу договариваться, то есть здесь есть проблема личной границы, вот. Дальше, вы пишете, э, значит, э, которому захотелось бы довериться и активно участвовать в своем выздоровлении. Первое, э, понимаете, если вам сложно доверять людям, то это может быть, э, предметное обсуждение на психотерапевтической сессии. Э, э, искать человека, которому вы можете, которому бы вам захотелось довериться, это значит, идти на поваду у своего идеального, идеального образа, ну, или просто образа, понимаете? То есть, если вам кому-то захочется довериться, это не значит, что человек хороший, это значит, что он совпал с вашим образом, который есть у вас в сознании, но ваш образ, который есть в вашем сознании, э, это проекции ваших внутренних конфликтов, находящихся на подсознании, и, соответственно, тому, кому вы захотелось довериться, тот, кому вы захотелось довериться, скорее всего, вам не поможет. Он, э, просто будет объектом, ваших проекций, и, и все. Вот. Поэтому ориентироваться на то, что вам, на то, кому вам захотелось довериться, на мой взгляд, не очень хорошая идея, особенно, если мы говорим о психотерапии. А, говоря о том, что активно участвовать в своем выздоровлении, и то, что вам, ну, вот, значит, хочется активно участвовать, то мне показалось, что здесь вы ставите в некую зависимость, а, значит, желание довериться психологу и желание активно участвовать в своем выздоровлении. Нет. Вы или активно участвуете в психотерапии, или нет. В выздоровлении, кстати, не совсем корректное слово, потому что вы не больно. Вы не пациент, и психологом воспринимаетесь как абсолютно здоровый человек. Да, у вас есть определенные проблемы, но, извините, а у кого их нет? Поэтому говорить о выздоровлении, мне кажется, здесь некорректно. Я бы сказал, участвовать в своих изменениях и меняться. Меняться. И изменения, это умение замещать внимательность к себе, в первую очередь. Это внимательность к своим переживаниям, это внимательность к своим ощущениям, это внимательность к тому, может быть, ну, вот, к тому, что вы чувствуете, к тому, что вам, я не знаю, хочется, да, к тому, что вам важно и так далее, к тому, что у вас болит, например, что вам больно. Вот я говорил, допустим, про обиды, и говорил, что, ну, чувствуется, что вы обижены, вот, чувствуется, что у вас есть обиды на своих, ну, родителей, может быть. На маму, может быть, есть обиды, вот. Про папу не знаю, вы вроде бы ничего про него не говорили, но я думаю, что и на папу тоже какие-то обиды есть. И, как бы, некоторые ожидания, что вам будет хорошо относиться, и замещение этими ожиданиями своих реакций и своих чувств. Это то, что с вами происходит, вот. И по отдельности, как мне кажется, по отдельности, вполне может быть всё это. Как некоторые полица. И когда всё это вместе, тоже может быть. Но мне кажется, что у вас некая дисгармония в проявлении, ну, вот, таких сторон ваших. Вот. И в этом вы, вероятно, не свободны. Да, тоже. Важно замечать и корректировать. Вот. Вам же со мной будет проще. В целом, в целом, опять же, я скажу, вещь, может быть, не совсем приятную для вас, но тем не менее, как мне кажется, достаточно важно. У меня нет ощущения, что вы хотите заниматься психотерапией. У меня нет ощущения, что вы готовы к этому. Потому что то, что вы говорите, хочется найти специалиста, хочется повериться, активно участвовать в своём выздоровлении. Хотя я подчеркиваю особо, что о выздоровлении речи не идёт. Вот. Это всё-таки больше про внимание. Вам хочется получить внимание, внимание. Осознанно или нет, но вы пытаетесь сделать так, чтобы люди, ну, например, специалисты, да, чтобы они пытались показать вам, какие они хорошие. Хорошие. Специалисты. Вот. На это сравнение к нам, как понимают. Ведь понимаете, вы видите, видите, плюс-минус. То, как мы работаем. Вот. Вы видите наши ответы. И я думаю, что понятно, кто, кто, что из себя представляет. Примерно. Вот. Поэтому я бы сказал, что сейчас вы нацелены не на терапию. Сейчас вы больше зацелены на получение внимания. Вот. К терапии, может быть, вы ещё не готовы к тому, чтобы просто взять и начать, ну, меняться. Вот. Понимаете. Взять и начать, ну, вот эти изменения в себе. Вероятно, вы к этому не готовы ещё. Вот. А сейчас, да, вы просто вот получаете внимание, как бы, людей, вот, и говорить о своих трудностях, которые у вас действительно есть, и которые для вас действительно болезненны. Но, но, как бы, нет ощущения, что вы готовы. Хотя бы по тому, что это ваши, но это ваш не первый вопрос. Понимаете. Вот. И даже не второй. Не второй. Поэтому, ну, я вас не обвиняю ни в коем случае, вы вправе делать абсолютно все что хотите, просто когда начинается такой вот выбор, и подобный вопрос, это всегда вызывает некоторую, некоторую настороженность что-ли, вот, потому что, например, я знаю, как ведут себя люди, которые настроены именно на, ну, как бы, решение проблем, вот, вот как-то, как-то так, как-то так, такой ответ, давайте сейчас я еще пройдусь по вашему тексту, посмотрим. Так, я склонен к зависимой модели поведения, в частности, когда вступаю в романтические отношения, выпадаю в зависимость от мужчины. А как именно эта зависимость выражается, чем она выражается? Имею проблемы с пониманием своих потребностей, их не надо понимать, ну, вот, свои потребности не надо понимать, их надо чувствовать, не понимать. Имею проблемы с пониманием, что вообще хочу, повторюсь, это не нужно понимать, иногда я думаю, хочу ли я вообще чего-то на самом деле, или я глубоко безразличный глубоко выбить не можете, вот, у вас может быть депрессивное состояние, но это нужно вам к врачу обращаться. Считаю, что у меня было мало любви и тепла в детстве. Вот, мало любви и тепла в детстве, вот это то, что вы говорите, мало любви и тепла, это по-кратски то, что вы ожидаете, то, что вы ждете от других людей. Вот, это оно, это оно. Потому что нет такого, нет такого мало или много. Есть искренне, искренне и неискренне, вот. Есть искренне и неискренне, когда люди, ну, взаимодействуют друг с другом, искренне, а когда люди взаимодействуют друг с другом, не искренне, такое есть. А мало или много, это требование, это протребование. И больше, чем человек, чем человек, может, вам никто любви и тепла не даст. Другое дело, если это было не искренне. Тогда, тогда, если это было не искренне, а понятие подменялось, и одно выдавалось за другое. Это да. Вот. Это правда. Это больно. Но мало тепла и любви не бывает. Дальше, засните родительские ответы мне. Так, ну, это вот вы здесь, я бы сказал, жалуйтесь, жалуйтесь. Вот. Опять, что вы видите, вы пишите, сиди как сичь, молчи, никому обиды не интересны. Вот. Вообще, в то время, в детстве, вы научились обижаться, уже в то время, в детстве, вы умели обижаться. Хочем обратить на это внимание, что, вероятно, обижаетесь вы до сих пор. Обида это очень дерзкое поведение, и поведение очень жертвенное поведение. Вот. Обида никогда ничего не дает. Вот. Никогда ничего не дает. И, важно это понимать, как мне кажется, по крайней мере. Вот. Но обида, вместо тем, это вот, как правило, все-таки про ожидания, опять же. И, со своими ожиданиями, нужно работать. Вот. То есть, ну, нужно их исследовать, и смотреть, с чем, ну, с чем они сделаны, как это работает. Вот. Дальше. Была агрессия сверстников, кажется, ко мне. Ого. Как вы, наверное, реагировали. Деструктивные модели воспитания в семье. Вопрос в том, что вы сейчас самостоятельный человек. Семья на вас влияет только у вас в голове. Именно эффективность, я взрослым человеком, я понимаю, насколько абсурдно было много в моем детстве, почему я просто такой пустой день. Готовы перекладывать ответственность. То есть, выпустая может быть, но пустота, это, к правилу, механизм защиты. Вот. Это механизм защиты. Это не про то, что у вас ничего нет. Понимаете? Это больше про то, что вы привыкли в счет. Ну, в счет. Так, в счет. Это правда. Это правда. Но то, что вы пустая, нет, это не так. Вы, может быть, боитесь выражать свое чувство, да. Может быть, вы, как бы, не привыкли их выражать. Может быть, вы ждете, что, ну, условно говоря, что вам, не знаю, плохо будет, если вы выразите свое чувство. Суть немножко в другом. Суть немножко в другом. В том, что свои чувства вы не выражаете, вы связываете. Вы связываете это, то, что вы не выражаете свои чувства или не ощущаете их. Вы это связываете с тем, что у вас семья была какая-то такая. Вот. Здесь обиды больше. Сейчас это больше про обиды. Вот. Но обиды это тоже чувства. Обиды это невыраженные чувства. Вот. И... И их нужно выражать. Вот. Чтобы они вас не отправляли. Но ваши чувства. Необходимо отделять от родителей. А то и получается, что... Родители... Родители, ну, во всеми народы. Получается, что... Родители, вот, ну... Это не совсем. Не совсем. Так. Дальше. Так. Значит. Так. В том, что меня практически не вкладывают. Ну, вот, да. Будет вкладывать ответственность. Всегда обещала к чечным людям за одобрением, за внимание. Рачиваю, что старт маме не дает. Ну, да. То боль, то тут... Боль нужно проживать. Чужие, конечно, не могли напитать. И не могут. Эти могут напитать только вы сами себе. В то же время, развоз чистого жалости. К маминам, постоянным недомоганием. Чувствую гибра ответственность за родителей. Тут это проблема личных границ. Личных границ. Эээ... Почему-то я втягивал сцене. Вот так. Поэтому я беру спасение внутри. Не знаю, что такое подлинное. Любых тепло. Нет подлинного тепла, как сказал. Есть сходование своим числом. Эльбера. 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 На этом всё, в принципе. Надеюсь, что это было полезно вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго.